прямо сейчас здесь в вильнюсе мы проводим эксперимент над экспериментом мы наблюдаем за парой пацанов которые бегают с видеокамерой по одной из площадей здесь в центре вильнюса в литве и пробует свистком и беспорядочными жестами влиять на людей которые проходят через площадь но им это категорически не удается и я вам сейчас расскажу почему здравствуйте меня зовут николай танцкий я создатель движения настоящий успех и президент академии настоящего успеха я решил записать этот подкаст потому что когда мы только что проходили здесь через площадь эти парни побежали к нам и руками машут свистком свистят и мы не можем понять что они от нас хотят но того четкого сообщения которое мы потом позже поняли они хотят донести типа отойдите в сторону через площадь не идите нужно поменять направление мы это сообщение не увидели не почувствовали и не услышали а все почему я еще не знаю с какой целью они этот эксперимент проводят и с камерой бегать мы после записи подкаста пойдем и спросим но то что я вижу и знаю чтобы они не пытались сделать вы в их посыле в их теле нету силы намерения есть видимо догадка о том что они хотят делать но нету четко четкой уверенности в том что они это могут сделать нету силы намерения которая выражается не через слова не через силу свистка а через намерение в теле я называю это внутренняя сила вы наверняка встречали в своей жизни ситуации когда к вам подходит человек или проходит мимо вас человек и просто своим взглядом вас испепеляет и вам становится не по себе вы теряете силу или кто-то на другом языке который вы не понимаете что-то вам говорит и вы чувствуете эту силу или кто-то просто даже еще не успев ничего сказать а вы понимаете что вы уже попали сейчас вам достанется это называется внутренняя сила которая формули формируется через силу намерения у этих ребят которые этот эксперимент проводят здесь сейчас на площади в вильнюсе этой силы нет а потому не только мы а еще и несколько десятков людей которые мы успели понаблюдать тоже наблюдая проводя эксперимент над экспериментом никак не отреагировали на них и просто пошли дальше я помню когда-то мы проходили тренинг в канаде совершенно неожиданно для нас было то что нам поставили задачу каждому из нас через силу намерения сдвинуть со своего пути преступника кто-то из организаторов играл роль бандита который не собирался нападать пока не собирался делать ничего болезненного больного но не хотел сходить со своей точки до тех пор пока мы своей силой намерения ох какой пошел дождь с намерением пока мы силой намерения не сдвинем их и знаете я сначала растерялся думаю ну как это сила намерения не криком не не кулаками а вот просто нужно было идти навстречу этому человеку и так излучать в себе внутреннюю силу что человек должен либо был отойти либо стоять не сдвигаясь было интересно наблюдать тоже тот момент бывали женщины 70-летние сдвигали этих пацанов а бывали мужики 40-летние которые были внутри пустые слабые ну то есть не включившие свою силу намерения и никак не могли на это на этих ребят повлиять зачем я это говорю если вам важно свое сообщение другим людям доносить если вам важно на других людей влиять на своих сотрудников на своих детей вообще в принципе на людей свою свое сообщение доносить важно понимать что играет роль не слова которые говорите а играет роль то как вы что-либо говорите ваше намерение вы сами верите в то что вы собираетесь сказать вы сами верите в то что вы собираетесь предпринимать или нет и слова имеют лишь второстепенное значение первостепенное значение имеет ваша внутренняя сила я не могу вам много сейчас рассказать о внутренней силе для этого у нас есть целый тренинг тренерного поколения 6 дней с утра и до вечера мы учимся как выступать как на людей влиять, как вести за собой людей, но сейчас я хочу вам одно сказать. Все начинается с вашей внутренней силы. Самое главное, что она у вас есть. Просто, может быть, не всегда вы знаете, как ее включить. Но один из простых примеров, который я могу привести, подумайте, если с вашим ребенком происходит какая-то ситуация, какая-то неприятность, кто-то на него что-то, кто-то к нему что-то имеет, смотрите, вас же никто не остановит. Вы и слова подберете в самый нужный момент, но и внутренняя сила у вас будет такая, что вы кого угодно разгоните. Это называется внутренняя сила. И сегодняшнее наблюдение лишний раз подтверждает. Свистки, жесты, беспорядочное движение вокруг, суета не имеют никакого значения. Но если бы этот парень подошел и просто стал мне посреди пути, посмотрел в глаза, ничего не говоря, на литовском все равно языке я ничего не понял бы, и просто бы показал в сторону. Я бы отошел, не понимая, зачем я это делаю, но так это работает. Так мы, люди, реагируем на внутреннюю силу. И с другой стороны, я вам скажу, нет внутренней силы, нет у нас возможности влиять, вести за собой людей. А соответственно, мы в этом мире просто как статисты. Поэтому одно из лучших умений, которое можно себе развить, это внутреннюю силу в себе каждый день развивать. И свое сообщение, то, что вам важно другим донести, доносить. Через внутреннюю силу сообщать. Это все, что я хотел вам в этом коротком подкасте сегодня из уже теперь дождливого Вильнюса из Литвы сказать. С вами был ваш Николай Танский, и до встречи в следующем подкасте завтра. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok